Корниенко призвал жителей Кривого Рога проголосовать на выборах мэра 6 декабря. Председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко призывает жителей Кривого Рога в это воскресенье прийти на избирательные участки и отдать свой голос за одного из кандидатов в мэры. Об этом передает пресс-служба полицилы. Именно от вас зависят изменения в вашем городе, улучшатся ли дороги, по которым вы ездите, или качество детских площадок, где играют ваши дети. Процесс перезагрузки власти на местах почти завершен, депутаты местных советов избранные. Осталось прийти 6 декабря на избирательные участки и поддержать вашего кандидата в мэры города. Для развития Кривого Рога даже один ваш голос может стать решающим, заявил Корниенко. Во втором туре выборов мэра Кривого Рога будут бороться кандидат от «Слуги народа» Дмитрий Шевчик. В первом туре получил 25,94% голосов и представитель ОПС Константин Павлов – 9,15% поддержки. Вместо Павлова за кресло городского головы во втором туре должен был бороться действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул, однако он снял свою кандидатуру. Константин Павлов, бывший нардеп от партии регионов и член фракции «Оппозиционный блок». Был одним из депутатов, подписавших представление, на основании которого Конституционный суд отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Дмитрий Шевчик – генеральный директор ЧАО «Центральный горно-обогатительный комбинат». Депутат Днепропетровского областного совета. Занимается общественной деятельностью. Развивает городские и государственные проекты. 26 ноября, во время обсуждения перспектив развития и экологической ситуации в Кривом Роге, президент Владимир Зеленский отметил, что власть города должна работать вместе с центральной властью ради развития Кривого Рога. В частности, рассказал президент, вокруг города уже строят новые дороги, которые соединяют Кривой Рог с другими областями. Он напомнил, что уже построены пути Кривой Рог – Кропивницкий, Кривой Рог – Днепр, Кривой Рог – Николаев. Остался один большой путь – в Запорожье. Власть обещает в следующем году закончить и эту дорогу. Участники встречи обсудили план развития Кривого Рога. Кандидат в мэры города Дмитрий Шевчик в своей программе планирует, в частности, строительство новых станций скоростного трамвая и трамвайной линии, создание инновационного парка КР, подчеркивание ТЭК, подчеркивание Сити, масштабное озеленение города, развитие спортивной и велосипедной инфраструктуры. Шевчик предлагает строить Кривой Рог по новому принципу. У города будет не один, а несколько центров общественной жизни, а жители смогут добраться до ближайшего для них центра за 20 минут. Каждый район станет самодостаточным, с комфортной для жизни средой, где можно получить все необходимые услуги, одинаково хорошего качества в каждом районе. Для этого предполагается обновить или создать новые школы, библиотеки, детские сады, больницы и станции скорой помощи, дома культуры, спортивные сооружения и прочее, рассказал Дмитрий Шевчик. Кандидатуру Шевчака поддержали металлурги из Союза областной организации работодателей предприятий металлургического комплекса. С официальным обращением в его поддержку также выступили 46 профсоюзов Кривбаса. Всего в Кривом Роге «Слуга народа» на выборах получила один из лучших партийных результатов. Так, в Криворожском районном совете политсила получила больше всего мандатов среди всех политических партий. Результат «Слуг» составил 31,13% голосов, которые конвертировались в 22 мандата. В городском совете Кривого Рога «Слуга народа» получила 16 мандатов и 26,24% голосов. С небольшим отрывом его опередил блок «Акула» — 30,88%, 19 мандатов. Всего по данным ЦИК, на момент обработки 96,2% протоколов «Слуга народа» стала лидером по количеству мандатов по всей стране, от партии избрали 17,59% или 5,809 депутатов. Политсила лидирует и по количеству избранных городских, сельских и поселковых голов. От «Слуги народа» должность получили 225 человек.